Может у меня проблемы. Через несколько месяцев после этого я стоялся на него и просто поверил. И знаете, что я сделал потом? Я начал изучать. Я поверил, удивился и сказал себе, что этого быть не может и что мне дальше делать. И что я сделал? Я начал изучать это. И я прочитал, впервые я прочитал часть Библии Новый Заряд и узнал о Иисусе Христе. И тогда вся моя, скажем так, следующая моя двадцать лет проходит в изучении уже новой информации, которую я получил. Так вам просто в чём? Я подскажу тебе сейчас. В изучении новой информации, которую я получил тогда. Сейчас, внимание, вопрос. Спасибо. Яна Ториевна, предполагаете ли вы, ну вообще рассматриваете ли вы возможность того, что Бог существует? И второе, изучаете ли вы этот вопрос? И третье, как вы это ведёте? Предполагаете ли вы вообще в принципе, ну вот что, мне очень понравилась на самом деле первая часть. Я очень много для себя новых критиков и так далее. И у меня вопрос, предполагаете ли вы существование Бога в принципе, рассматриваете, изучаете ли вы этот вопрос и как вы изучаете его? Да, спасибо вам большое за этот вопрос, потому что на самом деле то, что вы сейчас описали в качестве такой кровки создания своей жизни, это на самом деле один к одному, через что я прошёл. Я тоже родился в патринистической семье, я тоже, когда началась перестройка в Советском Союзе начал, открыл для себя религию, как огромную сферу жизни человечества, от которой мы были просто наглухо отрезаны. И я стал читать эти книги, стал изучать Библию и так далее. Вот. И у меня был период в жизни, когда я был таким очень религиозным человеком. Ну, как бы, чтобы не занимать ваше время, я к сути вопросов перехожу. Значит, для меня сейчас вопрос, вопрос вообще Бога, что такое Бог, да? Невероятно сложен для ответа, потому что я не могу толком определить. Так? И для меня, для меня здесь фаршен момент вот какой. В свое время меня натолкнуло к этому диалог между двумя физиками, Дейсенбергером и ещё кем-то, я не помню. Они, они такие физики-учёные, да, музыка-сейк. И один там было спрашивали. Слушай, ну вот как ты понимаешь, что Бог – это Личность? Как это, как это может быть? Ведь мы же знаем, там всякие, квантовая механика, частицы, атомы, где там? Бог, какая Личность? Он говорит, понимаешь, я, я это понимаю так, что, когда я изучаю на квантовом уровне все эти запорные, всю невероятную сложность и красоту Вселенной, я испытываю такие же чувства, такие же ощущения, как будто бы я с кем-то встретился. Понимаете? То есть, то есть, для меня, для меня это как бы приоткрыло какое-то основу. Я не считаю себя религиозным человеком, но наверно в каком-то смысле, наверное, можно сказать, что я верующий. В каком-то смысле. Но, но, мне кажется, что здесь все зависит от того, как мы это будем понимать. Потому что многие люди, когда говорят о Боге, они говорят именно о какой-то красоте Вселенной, о какой-то гармонии Вселенной, о какой-то, не знаю что, целесообразности. Или вот, они могут говорить, это больший разум и так далее, и так далее. И, конечно, когда таким людям начинают предъявлять победы, вы верите в Бога, там, старичок, который сидит на облаке. Ну, это смешно, конечно. Понимаете? Поэтому, может быть, здесь речь идет о том, что просто есть совершенно разные уровни понимания, что такое Бог. Есть примитивные уровни, есть глупоги. Но, строго говоря, и люди, атеисты, точно так же есть очень примитивные, которые и науку понимают примитивно, есть люди глупоги. Поэтому, как бы, если совсем отвечать на ваш вопрос, я стыдлюсь, чтобы мои представления о мире были как можно более глупыми. Я просто хотел не отклоняться от темы, и, практически, как Андрей задал вопрос, задание, спросить Сергея о том, потому что вопрос касался у нас возникновения жизни. Так как все-таки жизнь возникла? По воле Бога? По воле Бога или случайным образом каким-то совмещенным различным физическим... Какому-то предположения. Это есть какие-то предположения. Здесь не только вопрос предположения, мы все-таки... Это самое... Потому что, в свое время, вы сами говорите, мы из Советского Союза, это правильно. Дети тоже эксперименты, когда Макс сказал, что хорош что-то объяснять, пора что-то делать. То есть, не объяснили, что как устроено, но давайте что-то меняем. Вот приблизительно ваш рассказ, когда первый, вот мы что-то там открыли, вот это, вот это, давайте вот это оттуда вынем, вот это, и посмотрим, что получится. Но объясните, все-таки надо постараться. И вот не сочтите это уходом от ответа. Нет, я сочту уходом от ответа. Я сочту вам это так, что есть такие сложные вопросы, они мировозаические, большие, что если вы попытаетесь на эти вопросы найти простые ответы, вы заведомо проиграете, какой бы ответ вы ни нашли. Я предлагаю эти вопросы оставлять открытыми и искать все более и более глубокие. Нет, ну у вас же какая-то позиция изначально, как еще высотой. Вот, например, я на данный момент, знаешь, я принимаю идею, что все произошло, что произошло по слову Богу. Вот человек сидит, профессор, и говорит, что информационная технология, мы открываем текст Библии, тоже говорит, по слову, сказал, стало, информация сначала, стала таких вопросов. Что, как? Вы говорите, в пробирке эта штучка находилась, но сначала было сказано, свет, свет, не луны, не солнца, которое мы там не видим. Пробирку пронизывает свет, через которое шло слово. Или нет? Мы же не знаем. Значит, какие-то явления там проходят. Есть ли внешний фактор, который влияет на то, что РНК начинает таким образом делиться? Я буду очень... Включатель вопрос. Включатель вопрос. Я, наверняка, ученые точно такие же вопросы себе задают и исследуют, исследуют этот вопрос. Я призываю к тому, чтобы не останавливаться в задавании этих вопросов. Не считать, что мы нашли истину. Нет, никто не говорит об истине. Никто не говорит, что надо обязательно, потому что, когда атеист говорит, я не верю в Бога, в принципе, корректно сказать, что я верю, что Бога нет. Один говорит, я верю, что Бог есть, я верю, что Бога нет. Я как бы так редуцирую вопрос. А... Да. Ну, мне кажется, что не было... Да. Сейчас я закончу. Да. Вы сказали такую фразу что все создано по слову Бога, да? А эту фразу тоже можно понимать по-разному. Если вы помните в Библии употребляет слово лотос... Нет, но она как бы открыта для обсуждения. Вы помните, что в Библии употребляет слово лотос, греческое, оно означает не только слово, оно означает закон, гармонию, слово. Поэтому, когда ученый изучает закон или гармонию вселенной, ну, пожалуйста, можете назвать его изучением Слова Божьего. Пожалуйста, в истории человечества был такой период, когда люди воспринимали окружающий мир как книгу Божью, как проявление Бога, изучение природы, это было изучением Бога в его проявлениях. Пожалуйста. И очень много ученых верующих людей. Не, ну то есть, как бы окончательно... Глубляемся? Да. Вы сейчас немножко уходите в сторону, я бы тут все-таки предложила вернуться к формату вопросов и ответов и обсудения. Единственное, было коротких комментариев. Это не точно по теме, но, кажется, это очень важный вопрос, но о том, как, если он добрый, зачем мир такой злой? Один пример, который не очень много как-то коррекционирует интеллектуально и помогает ответить на это. Представьте, что Варна это перфектный город. там улицы, цены, все перфектно. И это благодаря центральной... Представьте себе, это все перфектно. Власть, мейер, центральная власть, все, никакие проблемы. Жизнь перфектная. Но вдруг жители Варны как-то из какой-то глупой гордости стали как-то думать, а зачем там они и София нам будут навязывать там налоги и правила и там двигаться с правой стороной, а не слева, и цены на электричество, и на лоту. И как-то они взбалтовались и сказали, сделали какой-то стеной около Варны и семь дней прознавали. Мы как-то ругались на Софию, на центральную власть, мы не нуждаемся, мы самостоятельные, мы хорошие, мы сильные. После ухода первоначалного энтусиазма и представьте себе, центральное правительство не очень злое. Оно не все как-то питание электричества не полностью отключивает водой зарплатой на учителя полицейских и так далее. Частично как-то уменьшает эти необходимые ресурсы для нормального существования города. После 1, 2, 3 месяца, год, 2, 3, 4, 5, 10 обстановка внутри этих стен будет плохо и плохо будет. вероятно после 50 лет есть поколения которые будут рогаться и говорят я слышал из бабушки там когда Варна был хороший город там была какая-то добрая центральная власть этого не может быть смотри мы едем по улице и там дома разваливаются упал кирпич убил человека и так далее никто не поддерживает там тренаж воды только упал и сообщают там люди убивают полицейские не делают что-то жизнь короче стала очень плохой какое решение этой проблемы это на моем взгляде это состояние человечества мы объявили бойкот Бога и сказали вон мы не нуждаемся тебя он не все полностью отрезал но жизнь не того что мы хотим и того что он планировал и на мой взгляд какое решение индивидуальным путем белым флагом на спиной а лучше будет если целая вага извините София говорит извините мы глупо поступили давайте все будет как начало что это все вопрос да я психолог и тоже из советского союза и соответственно научили нас что такое человек что такое совесть и что такое личность в общем в теории много личности никто так и не дал конкретного ответа но библия говорит о том что мы созданы по образу и подобию божьей а нам говорить нет нет никакого образа и объясняет что разум он для того чтобы обезьяна выживала палку по палку превратить а эмоции они помогают нам тоже выживание потому что я камень кинула чайка закричала испугалась и вся стая тоже эмоций а что такое совесть и зачем она с точки зрения удовольствия и зачем нужна совесть и зачем нужна совесть и зачем нужна совесть и зачем мне нужна оказывается конечно не нужно за пределами нашей темы в качестве простого объяснения все моральные правила которые существуют в сообществе даже не только людей ну скажем людей они направлены на то чтобы могли максимально благополучие так вот совесть это можно рассматривать как внутренний механизм который так же помогает такому благополучию то есть если у человека нет совести он к сожалению вынужден руководствоваться исключительно внешними правилами и за ним нужно все время присматривать потому что если за ним не следят он может поступить нехорошо если человек эти правила общежития правила доброй воли носит в себе как в свой внутренний закон то это и есть совесть он поступает по совести даже если никто не говорил если будет сообщество состоять из таких людей оно будет просветать вы считаете что мы рождаемся уже с этим нет это большой вопрос а кто еще раз приезжает у меня будет соответствовать законам очень у меня вопрос какой нашим спикерам векторам как хотите значит ни один из вас не отрицает понятие коллективного разума развился состоялся в качестве чего-то вопрос в чем как вы каждый считаете мы часть этого разума или мы просто скажем так оконечное устройство которое куда-то передает передают информацию и транслирует информацию полученную от этого разума я не очень понимаю что имеется ввиду под коллективным разумом я может быть готов обсуждать вопрос разума применительно каждому конкретному человеку к индивидууму вопрос опять же большой и я не знаю что ли сейчас тему поднимать вот поэтому вот не знаю много решений если это правильно понял может быть самый хороший пример это маленькая общность коллективный разум очень разные и очень похожие в какие-то сферы потому что все русские и если исследовать будут очень много общие вещи будете много разные но если очень общие которые как-то с моей точки зрения есть у него коллективный разум там где вы как такая единность и так далее есть области в которой ты себя он себя и так далее и так далее может быть не знаю правильно ли понял мне кажется что есть какое-то общность а по поводу бога хотелось бы просто вспомнила слова Нюнга которые все мы знаем как человек который светил бессознательный человек который пришел не от звезд к человеку а от человека скажем так к звездам который когда его спросили а вы верите богу такой же вопрос как вам задавали он сказал нет не верю я знаю что он есть вот у него был такой вопрос человек который истинно не требующие доказательства истинно не требующие доказательства сексиолог он знал вот у меня сейчас вопрос такой ну и теорию на самом деле я сама всегда относилась к этим с ирониям со смехом к теории что человечество внеземное зарождение жизни на земле то есть когда жизнь на земле упала из космоса да тут я читаю статью которая мне вот как-то поразила я подумала ну а может правда а когда человек один учебный исследовал антрополог исследовал человека проживание человека на земле и сказал что исходя из болезни человека возможно предположить что человеческий человек человеческая раска как такова изразилась не на земле а на другой планете где с другим атмосферным давлением именно поэтому человек испытывает такие огромные проблемы с позвоночниками со всем опорным двигательным аппаратом к старости потому что он привык жить с другим атмосферным давлением в принципе где и поэтому мы так тяжело болеем всеми вирусными материальными заболеваниями потому что когда наша жизнь как человечество попала на землю мы не были готовы к этим заболеваниям кстати они на нас накинулись и мы до сих пор ищем эволюционируем и учимся бороться с теми с вирусами и бактериями которые уже к тому времени на земле проживали но для нас они были чужими вот такая теория я подумала с одной стороны когда считают от металла а с другой стороны сочетала потому что действительно побольше а побольше почему теория внеземного зарождения жизни на земле была отметена зарождение жизни или человечество это важно жизни жизнь уже была на земле а человек не 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 мы туда не пойдем мы туда не пойдем это реально отдельная тема именно поэтому человек болеет вот так вот такими степичными болезнями проживают на земле а это будет зависеть от того как пойдет у вас дальше подъем с нашими коллегами я могу сказать что вы хотите можно вопрос здесь он антропологический характер о происхождении человека мы сегодня определили форму нашей встречи о зарождении жизни потому что зарождение человека это безумно интересная тема она очень широкая ее нельзя рассматривать как вы сказали с точки зрения только науки здесь и этика и философия исторический момент контекст и здесь огромный пласт сумасшедших разработок и достижений я бы честно говоря оставил вкусное новоток да и я бы предложила сейчас в это действительно не лезть потому что ну правда специально сужали цепу потому что если мы сейчас нашему происхождение человека то мы здесь довечно осваживаемся а нам между прочим через примерно 45 минут помещение надо очистить есть ли у кого-то еще вопросы да это по поводу вот гипотезе фанскерми потому что жизнь была ввесена на землю из космоса да вот как говорил мой уважаемый коллега да трудно представить чтобы допустим поэма Пушкина Евгений Онегин была бы создана чтобы мы так вот буквы бы просто подбрасили вместе а они бы взяли и сами складывались да и этот аргумент против естественного возникновения жизни на земле он сводится к тому что если мы начнем там рассчитывать ну как бы время необходимое для случайных процессов чтобы создались такие сложные вещи как даже одна клетка такая сложная то получается что у нас не хватает времени существования земли для того чтобы эти процессы прошли но можно конечно спорить правильные эти расчеты правильные неправильные и так далее но можно предположить что как раз все дело заключается в том что уже какие-то готовые формы были принесены на землю через астероиды через кометы и так далее это как вариант но опять же это не решает вопрос а там астероиды рекомендах там откуда где это все возникло с какой а я с моим точки зрения это как-то в хармонии с том что в библии говорит жизнь перед тем чем человек взблудовался был и сама земля и условия давления и не было высоких горни было такое чтобы человеку было лучше и потом это все среда в которой мы живем резко резко уменьшалась мы утратили эту и поэтому мы не выносим так что мир поменялся на на плохо скорее после человек выбирал сейчас случайные замечания будем столько пресекать есть ли вопросы к кому-то из спикеров да пожалуйста я вот к себе вопрос ну вы все в общем-то из советского общества в основном здесь вышли не 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 это не 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 а не Это вопрос философский, и ему действительно придавалось очень большое значение в марксистской лейтской философии. Я ему не придаю такого значения. Считаю, что это далеко не самый интересный вопрос. И решение его как раз зависит от того, как мы будем определять, что такое материя и что такое сознание. И вот, понимаете, вот сейчас Оксана привела пример Юнга, когда его спросили, вы верите в Бог? Он говорит, я знаю, что Бог есть, да? Когда меня спрашивают такой вопрос, я говорю, а что вы имеете в виду под Богом? Потому что, если человек скажет, для меня Бог это гармония этого мира, красота. Законы, вот эти вот, как все это? Тогда вы в таком Боге верите? Если он мне скажет, что это, там, я не знаю, старичок сидит на облаке, и оттуда молнии бросает в тех, кто грешит. Я говорю, нет, в таком я не верю. Пожалуйста, для кого-то я бы не был акриста, для кого-то буду верующий. Нет, а если так создать? Хорошо, есть другой вариант. Есть вариант, люди говорят, так, ну, раз вот такая эволюция, тут все, да, а, наверное, все-таки это без Бога. Тогда, наверное, Бог просто создал все это, как вот машину создают, да? Завел, пустил, и дальше уже, то есть он создал не только весь этот мир, но и все законы, в том числе эволюцию, по которой все это развивается. А сам он находится где-то в потустороннем мире, и просто смотрит на результат своего творения, и говорит, и это хорошо. Ну, как бы, это, есть такие представления. Я не знаю, правда это или нет. Я не знаю, но такие представления есть. Говорит не Бог на облач, а Бог равно Создатель. Вот такого Бога. А я спрашиваю, кто такой Создатель, кого я видел? Вот такой, который же. Создатель, который создал этот поселок, нет, это мы тоже. Если бы мы говорили, я, пока что он есть, если бы здесь было, я могу с ним познакомить. Знаете, ну, еще увидите, когда я с ним, да, Бог, мне кажется, что наши творения увидите. Библия говорит, что мы не можем видеть Бога, слишком масштабный, потому что Он стал человеком и жил между нами. Это утверждение Иисуса Христа. Если нам хочется, Бог это титул, как там полковник или другой, это не говорит тебе о личности Бога. Если мы хотим знать, кто Он, надо изучать жизнь Иисуса Христа. Как Он относится к плохим и хорошим, к палым и к известным. И у тебя станет оформляться такое впечатление на личности. И это самое... Если мы хотим знать, как Он, невидимо и всемуожжим выглядит, читайте Евангелие, рассуждайте, как Он вёл себя с людьми. Кто-то сделал очень плохое, все Его хотели убить, по-моему, простил и так далее, и так далее. Изучая жизнь Христа, мы, и сама Гибель говорит, у нас будет очень точное представление о характере Бога. Я просто свой вопрос связываю, по-разуме, с теми, именно с этим, что когда Вы украли в магазине и съели, Вам уже вкусно, а почему-то на душе кровь. А при чем Вы украли в саблине жизни? А мне как Ниндер, прошить не было, а не сказать вот так, как Вы украли в сутки? А при чем ты украли в сутки? Я предлагаю... Есть ли еще вопрос? Ульяна. Еще вопрос. Если, например, рассматривать теорию того, что Бог создал все, то это следует вопрос, зачем Он это создал, раз Он такой, если бы достаточный интеллект, зачем Ему вообще нужны люди и вся эта планета? Кому это вопрос? Тот, кто верит, будешь. Ему, ты, как бы, денег не согласен, непонятно. И к Сергею. Довольно сложный вопрос. Тот, что я думаю, он в своем праве делает то, чего ему угодно. Ну, да-да, мое мнение, мое впечатление на... Я уберу в Бога где-то около 1091-го. Вот прежде того, там кто-то есть, ну, нет, до него не понимает. Он хочет, так как я его понимаю, он хочет, будь в общении с другие существа подобные Ему. Богу нравится общение. Для того и Он создал человека. И другое, представьте себе, Бог мог быть как-то каким-то садистом, как создал люди, когда каждый раз, когда шаг, делают там пост. Бог мог быть как-то садистом,